друзья мои всем привет конечно хотелось бы сказать добрый день хорошего здоровья хорошего настроения хочу вам сказать одно днепропетровск конечно город прекрасный прекрасный город как сам по себе и металлургия здесь образовалась создалась началась еще при екатерине еще когда был город назывался екатеринослав понятно какая экология понятно почему город стоит на первом месте по загрязненности атмосферы несмотря на то друзья мои несмотря на то что мы живем 21 веке и каждый борется за экологию каждый считает своим долгом оставить нашим потомкам чистую землю но политики наши борются в основном политики борются в основном только словами а в действительности то что можно сделать вот это я вам показываю петровку вот это завод имени петровского сейчас уже наверное на более 50 процентов это идет частный капитал но как экономили как не было фильтров когда проезжаешь по петровке вот я хочу вам сказать я начала снимать дым шел красный красно-черный такой бордовый прям когда идет бордовый дым это идет вот этот запах са-2 нам рассказывают политиканы по-другому я их не назову политиканы нам рассказывают что в основном землю загрязняют машины но друзья сделаем аналогию вот это то что мы видим выбрасывают производственники из трубы здесь содержится вся таблица менделеева вредных веществ самое опасное это сероводород со2 то что выбрасывают машины проезжающие здесь со2 нет друзья здесь co2 здесь углекислый газ здесь тоже есть много продукты сгорания бензина и продукты сгорания газа они намного чище чем продукты сгорания когда плавится чугун когда плавится сталь когда делаются паковочки когда делаются паковки металлические то есть когда плавится руда здесь идут очень опасные выбросы и очень грязная получается атмосфера несмотря на то что об этом знают все умные люди тем не менее что делают наши производственники наши производственники не ставят фильтра либо рассказывает что у них стоит электрофильт электрофильтр друзья это тот фильтр который просто собирает тяжелые частички вот эти все газы надо убрать надо убрать каким образом надо поставить довольно такие такие фильтра которые будут стоять и на и воздух этот спокойно можно вдыхать то есть рассказываю таким языком человеческим так как когда-то при советском я опять же возвращаюсь к советскому союзу понятно и тогда этого этого тоже не было и тогда их не могли несмотря на то что с с их контролировали несмотря на то что их контролировали очень многие но и тогда у нас у нас это называется западный западный район здесь самые дешевые квартиры почему потому что сюда только заедешь в машине надо все время закрывать форточки потому что заезжаем и сразу же идет запах сероводородов как люди здесь живут я не знаю иногда говорят что индия самая грязная страна нет друзья мои вы приедете к нам на западный и вы скажете где самый грязный регион ну конечно громадские организации наши днепропетровске здесь что-то борется ходят стучат в дверь но я не знаю достучаться или нет бизнес правит миром и деньги всегда дороже здоровья это то что я вижу это то что существует то что существует действительности у кого больше денег тот и может дыметь пыхтеть загрязнять реки загрязнять воздух вот раньше был даже такой вот когда чистили очищали воду да и главный инженер даже мог показать что он спокойно пьет воду вот после этих фильтров то же самое здесь должно быть должно быть я вот говорю что должно быть а в действительности моему щу моему моему щу моему вот поэтому поэтому вот так печально такая печальная история когда одни кричат что мы оставим оставим нашей стране нашим нащадкам оставим чистую экологию а выращиваем какие-то коронавирусы а выращиваем какие-то синтетические синтетические гормоны синтетические клетки и все остальное дымят наши производства отравляя окружающую среду вот таким образом а рассказываем что это во всем виноваты машины ничего подобного автомобили загрязняют не настолько среду как загрязняют наши производства производства действительно делают с окружающей среды то что невозможно дышать и и нечем уже дышать таких производств очень много это на примере петровки я показала как металлургические комбинаты загрязняют спокойно все здесь знают все все кричат все показывают тыкают пальцами особенно когда вот я сюда ехала шел красный дым и мне так захотелось снять но сейчас видите пошел такой черно-белый черно-белый красный либо такое впечатление когда я повернула камеру либо они где-то почувствовали но был красный дым следующий в следующий раз я вам покажу а может быть будем надеяться может быть красного дыма уже не будет может быть все-таки наши громадские организации добились того мониторинга загрязнения будем надеяться если это так тогда я скажу что в этой жизни что-то и получится сейчас пока конечно вижу белый дым но здесь постоянно идет красный друзья подписывайтесь на мой канал пишите сообщение пишите ваши впечатления о том если будущее нашей страны чистое будущее в наших потомков и каким будет двадцать второй век до новых встреч в эфире в эфире